На этих уроках мы познакомимся с вами, иншаллах, с арабскими буквами. Узнаем, как пишется и произносится каждая из этих букв. Итак, первая буква арабского алфавита – это буква «Алиф». Буква «Алиф». Пишется она таким образом, как обычная простая палочка. А как же она произносится? Она может произноситься как буква «А», или же может произноситься как буква «И», а также может произноситься как буква «У». Посмотрим, как она произносится. Если написать букву «Алиф» и поставить над ней такую палочку, то она будет произноситься как буква А. А если написать букву Алиф и поставить под ней такую палочку, то она будет произноситься как звук И. И, наконец, если написать букву Алиф и поставить над ней такой крючок, как подобный запятой, то она будет произноситься как звук У. Таким образом, эта буква Алиф Алиф – это ее название. Название буквы Алиф. А звук, который из нее выходит, это звук А и У. В зависимости, где стоит эта палочка. Если эта палочка, как вы заметили, стоит сверху, то это будет звук А. Если она стоит снизу, это будет звук И. И если она сверху стоит такая запятая, то это будет звук У. А и У. Это первая буква арабского алфавита. Вторая буква – это буква БА. Буква БА. Пишется она так. Как обычная, как такая лодочка. И снизу ставится точка. Снизу ставится точка. Эта буква называется буква БА. Буква БА. Она также может произноситься как БА, БИ, БУ. Или просто Б. Запишем. Буква БА с палочкой сверху произносится как просто БА. Произносим как просто БА. Теперь буква БА. БУКВА БА с палочкой снизу произносим как звук БИ. БИ. И буква БА с такой запятой сверху будет произноситься как звук БУ. А также четвертый вариант. Если будет буква БА стоять кругляшком сверху. То есть если над буквой БА не будет ни палочки, ни запятой, не будет под ней также палочки или черточки. А просто будет стоять буква БА. И над ней такой кругляшок. То это будет произноситься как просто звук Б. Получается БА, БИ, БУ, Б. БА, БИ, БУ, Б. Следующая буква. Это буква ТА. Буква ТА. Буква ТА похожа на букву БА. Только отличается тем, что ставится у нее две точки сверху. Буква БА была с одной точкой снизу. Буква ТА стоит с двумя точками сверху. Также эта буква ТА может иметь четыре звучания. То есть запишем вот так. Буква ТА может иметь четыре звучания. Первое. Первое это, допустим, буква ТА. С палочкой сверху. Произносится как просто ТА. Второй вариант. Буква ТА. С палочкой снизу. Произносится как ТИ. ТА. ТИ. И третий вариант. Это буква ТА. С черточкой, с такой запятой сверху. Произносится как ТУ. ТА, ТИ, ТУ. И если это будет буква ТА, и над ней будет стоять такой кругляшок, то это будет просто звук Т. Звук Т. Это буква ТА. Последняя буква, которую мы разберем на этом уроке, это буква СА. Буква СА. Пишется она так же, как буква БА и буква ТА, только с тремя точками сверху. Буква СА. То есть, это у нас была буква ТА, сверху. А это буква СА. Только не обычная СА. А буква СА, только язык ставите немножко между зубов. СА. Кончик языка выходит чуть-чуть между зубов, и говорите звук СА. СА. Как она произносится, эта буква? Так же эта буква СА может произноситься как звук СА. Если мы поставим сверху эту палочку СА. Либо может произноситься как звук СИ. СИ. Если мы запишем букву СА и поставим палочку под ней. СИ. Так же может произноситься как звук СУ. Запишем букву СА. Чтобы произносить звук СУ, мы должны поставить сверху такую запятую. СУ. Получается звук СУ. И так же она может произноситься как звук СС. Просто СС. Просто звук СС. Когда над ней стоит такой кругляшок. Просто звук СС. Без добавления гласной буквы. СА. СИ. СУ. С. На этом уроке мы разобрали с вами целых четыре буквы. Первая буква это буква АЛИФ. И она произносится как АИУ. В зависимости, где стоит вот эта палочка. Или же это как крючок. АИУ. Вторая буква это буква БА. БА. БИ. БУ. Б. Третья буква буква ТА. ТА. ТИ. ТУ. Т. Четвертая буква буква СА. Язык немножко между зубов. СА. СИ. СУ. С. Как вы заметили, все буквы в арабском языке пишутся справа налево. Так же и слова будут писаться справа налево. Вы начинаете писать, то есть арабские буквы, когда вы пишете. Вы начинаете отсюда и идете сюда, в эту сторону. Таким образом вы пишете арабские буквы. В отличие от русского и многих других языков, вот это БУ, БИ, как вы знаете, пишется слева направо в эту сторону. В арабском это наоборот. Справа налево. И так же мы на этом уроке сказали то, что это палочка сверху, когда пишется, добавляется звук А. Когда палочка снизу, добавляется звук И, и когда сверху стоит крючочек или запятая, добавляется звук У. То есть берете буква Б, как будто бы буква БА, звук Б, если сверху поставить эту палочку, как будто бы добавили букву А. Получается БА. Если поставим снизу, то получится, как будто бы добавили букву И, получается БИ. Если поставим крючок сверху, то получится, как будто бы добавили букву У, то есть звук БУ. И так же со всеми остальными буквами. Буква ТА, добавили палочку, получилось ТА, добавили снизу ТИ, добавили сверху черточку или крючочек, и получилось ТУ. А если добавили просто кругляшок, то получается, значит, никакую букву не добавляем, просто звук Т. Так же звук СА. СА, СИ, СУ, С. СА. Вы можете взять цветные карандаши, или фломастеры, или цветные ручки, или что угодно, и постараться переписать, написать все эти буквы самостоятельно. И не бойтесь, если у вас будет что-то не получаться, вы можете посмотреть урок еще раз, перемотать его в начало и посмотреть. Или же можете обратиться к старшим, чтобы они помогли вам в этом. Спасибо. 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 Спасибо.